В те далекие годы пароходы плавали медленно. Мы долго ехали до Нижнего, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою. С утра до вечера я был с бабушкой на палубе под ясным небом, и мы плыли между шитых шелками берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулкая, бряцая плицами по серовато-синей воде, желтый пароход шел вверх по течению и тащил за собой баржу. Бабушка, о чем ты плачешь? А может, останьтесь на денек, как я учился писать? Буря! Скоро грянет буря! А может быть, об этом, а может быть, и еще о чем-то другом думал летом 1903 года Алексей Пешков, проплывая мимо этих волжских берегов вниз по течению. И, глядя туда, где, догоняя друг дружку, обезжали волны. Проплывали мимо берега, шел, не торопясь, пароход великая княжна Ольга Николаевна. А мысли уносились далеко, на 30 с лишним лет тому назад. Незаметно плывет над Волгой солнце. Каждый час все ново вокруг, все меняется. Зеленые горы, как пышные складки на поверхности земли. А города и села на берегах, как пряничные издали. Бабушка ходит от борта к борту и восхищается. «Ты смотри, как прекрасно!» – говорит она. А глаза у нее радостно расширены. Едем на Ольге Николаевне. Телеграфировал Алексей Максимович в Самару, еще из Нижнего. Хотелось бы повидать Марью Сергеевну вас. Пешковы, ТЧК. Марья Сергеевна – чудесный, замечательный человек. Если бы не она, что было бы тогда в 95-м с ним здесь, в Самаре? Одному Богу известно. Выручила, не дала пропасть. Да и зять ее Смирнов – тоже милый человек. И Пешковы по нему тоже соскучились. А пока пароход шел вниз, он вспоминал детство и бабушку. Часто, заглядевшись на берег, она забывала обо всем, стояла, смотрела, ничего не видя и не слыша. А на глазах у нее были слезы. Я дергал ее за длинную, с набойкой цветами, юбку. Ась, как будто встрепенувшись, отвечала она. Бабушка, а что ты плачешь? Спрашивал я у нее. Это, милый, от радости, да от старости. Я ведь старая, мне уже шестой десяток пошел. Ну, а ему пока только 35. Многое было уже пережито, продумано. Много еще впереди. Вот и в Самаре. Жил почти полтора года. Здесь и Катюшу встретил. Здесь они обвенчались. Она сейчас здесь, с ним, Катюша. Устала только, пошла отдохнуть. Но пока она отдыхает, он посмотрит вот на эту великую реку, сделавшую его из мещанского сына Пешкова писателем Горьким. Величаво простерлась широкогрудая река. Бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды. Горный берег отражается в них черной тенью. А с левой стороны ее украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей и широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селенья. Солнце свергает в стеклах окон исп и на парче соломенных крыш. Сияют в зелень деревьев кресты церквей. Лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц. Дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками. Пароход, разбудивший тишину на реке. Из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку. Они спешно грибут на середину реки, чтобы покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев. Иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносятся заунывные песни. Эх, еще разок. Утром 2 августа 1928 года по Самаре в одно мгновение разнеслись слухи о том, что на пристани стоит пароход Урицкий, бывший Царьград, следующий с Кавказа в Нижний. А на борту его сам писатель Максим Горький. Самарцы сейчас же хлынули на пристань в надежде хоть одним глазком увидеть того, чьи изображения были прекрасно известны им по множеству публикаций и плакатов. И вот он, горький. Видно, что устал от торжественных встреч, от демонстраций, но на просьбу уделить несколько минут для общения ответил с согласием. Поездка мне понравилась, сказал Алексей Максимович. Особенно понравился Баку. Понравилась, как организована там работа. Рабочий в Баку настоящий хозяин производства и города. Оставайтесь. Алексей и Максимович, приступили самарцы с просьбами. Встретьтесь с рабочими наших предприятий. Смотритесь в новую жизнь. Что там говорить? Каждому лестно увидеть Горького. Сочинение-то ваше мы хорошо знаем. А теперь вот выпало счастье пожать вам руку. А вот это нет, ответил Горький. Я и так сдержался дней на десять. Опаздываю в Москву. Был на Кавказе, смотрел, как живут национальные меньшинства. Пора и за работу. Я ведь к работе с детства привык. И всякое безделье мне не по душе. Да и самару я хорошо знаю. Жил здесь. А связь с вами у нас крепкая. Я литератор, пишу. А вы читаете? Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн. Платовщики в синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица Беляна боком идет по реке. Желтый тез, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит. Гулкая эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега. Умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются оборта их и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные, вспаханные под яровое. Птицы маленькими точками вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба. Стадо пасется невдалеке, издали оно кажется игрушечным. Маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на палку и смотрит на реку. Летом следующего, 29-го года, горький снова прокатился по Волге. На этот раз на пароходе Карл Липкнихт, как теперь назывался бывший король Артур. Поездка продолжалась 8 суток, в течение которых писатель много общался с командой, а во время стоянок встречался с местными журналистами. Состоялась такая встреча и в Самаре. В 3 часа дня, 23 августа, на борт парохода, остановившегося у Самарской пристани, поднялись молодые литераторы и журналисты Николай Чебураев, Аркадий Тройпольский и другие. Вопросов к Алексею Максимовичу Горькому у них накопилось достаточно. Ведь кто же, если не он, научит их писать так, чтобы советский читатель узнал себя в их книгах? А вот вы, Алексей Максимович, как учились писать вы? Как учился писать я? Очень просто. Лет 20 я почувствовал, что пережил и передумал много такого, о чем следует рассказать людям. Иногда мне казалось, что кое-что я чувствую не так, как другие. Это настраивало меня очень беспокойно и говорливо. Нередко я чувствовал себя точно пьяным и испытывал припадки многоречивости и словесного буйства. Мне хотелось выговорить все, что меня огорчало и радовало, чтобы разгрузиться. Впрочем, лучше меня об этом рассказал Аркадий Горнфельд в книжке «Муки слова», которую я усиленно рекомендую моим молодым товарищам по Перу. А вот то, что вы хотите издавать в Самаре «Литературный ежемесячник» поддерживаю. Очень своевременная инициатива. Кстати, и в Ленинграде скоро будет выпускаться журнал, в котором будут помещать исключительно произведения молодых литераторов. И самое интересное, что рядом с каждым из них будет печататься критический разбор опубликованного. Всюду блеск, простор и свобода. Весело, зелены луга, ласково, ясно, голубое небо. В спокойном движении воды чуется сдержанная сила. В небе над нею сияет щедрое солнце мая. Воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега все идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой. И все новые картины открываются на них. На всем вокруг лежит отпечаток недлительности. Все, и природа, и люди живет неуклюже, лениво. Но кажется, что за ленью притаилась огромная сила. Сил не оборимое, но еще лишенное сознание, не создавшее себе ясных желаний и целей. И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышится даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку. Заунывные песни точно просят о помощи. Порой в них звучит удаль отчаяния. Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев. Тишина. В августе 35-го Алексею Максимовичу Горькову шел седьмой десятк лет. Он был уже старше бабушки, которой когда-то скрушалось, что ее лето-весны перешли за шестьдесят. И он тоже нет-нет, да и плакал, глядя на всю ту красоту, мимо которой вез его теперь пароход, носивший уже его имя. Пароход Максим Горький был построен по особому указанию Сталина на заводе Красная Сормова для высших чинов Совета народных комиссаров. Построили его в течение девяти месяцев 1935 года. И в августе этого же года Алексей Максимович Горький отправился на пароходе, носящем его имя вниз до Астрахани. Красавец пароход шел по Волге. А тот, чье имя было написано на его борту, нет-нет, снова видел себя маленьким взъерошным мальчишкой, Вокруг которого стояли бородатые матросы, слушавшие сказки его бабушки и просившие рассказать еще и еще. А потом матросы говорили и ей, и ему, внуку, так и быть, айда с нами ужинать. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны с ветром споря, Пусть сильнее грянет буря. С вами был Михаил Перепелкин.